Дорогие друзья, творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Салманда Мактун, Сайфуды. Ресторан Lacafe de Beauty. Творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Салманда Мактун, Сайфуды. Welcome дорогие мои. Самое главное красиво поставить видеосъемочку. Дорогие друзья, присоединяйтесь к феерическому волшебному кофе «НемелиАрд». Почитаем отрывок. Я читаю отрывок из книги Натальи Борисовны. Я читаю отрывок из книги Натальи Борисовны. Проникает в каждую клеточку моего прекрасного тела, неся очищение, исцеление и возрождение. Счастье. Счастье – мое любимое слово. Нам просто необходимо научиться состоянию счастья. Это одна из составляющих алхимии изобилия. Итак, «блаженство» – часто ли вы употребляете это слово? Упоение жизнью, нега любви, божественная благодать, материальное благополучие. Нектар и амброзия. Буквально это значит достижение вечного счастья и состояния блаженства, пишет в своей книге Наталья Борисовна Правдина. Известный мастер фун-шуй, богатая, состоятельная, счастливая, здоровая, успешная и уже давно считает себя королевой Наталья Правдина, как она сказала, на одном из своих видеосеминаров, которая уже преподает фун-шуй и позитивное мышление, около 20 лет, путешествует по Милову. И у нее книги, проданные тиражом, больше 10 или 20 миллионов экземпляров. Своей виллы в Турции Наталья Борисовна Правдина будет делать такой, я так поняла, что это будет видеосеминар. Женщина на миллион. А сегодня у нас 31 июля, дорогие друзья. Так что поспешите присоединиться. Я думаю, что я вам очень рекомендую, потому что феерическая книжка «Богатство в моих руках» Натальи Борисовны Правдиной, это феерическая, волшебная, сказочная книжка, которая очень мне помогла. Я считаю, что... Кстати, я посмотрела эту книжку в магазинчике «Озон», хотела ее приобрести. Вообще посмотрела цены на книжки. Знаете, такая книжка – 500 рублей, 800 рублей, 900 рублей. И ни одной книжки нет, все раскуплены. Можно ли лишний билетик? Билетиков лишних нету. Ну что, продолжаем читать совершенно волшебную книжку Натальи Борисовны. Божественная благодать, материальное благополучие, нектар и амбрусия. Буквально это значит достижение вечного счастья и состояния блаженства. Все просветленные люди, великие учителя, находятся в состоянии счастья или нирваны. Постоянно. Как раз поэтому они были столь привлекательны для людей. Состояние блаженства возможно только тогда, когда человек расслаблен, спокоен и всегда и везде верит в свою полную защищенность. Состояние счастья требует определенной смелости. Смотри раздел «Смелость». Счастье возникает также из доверия Вселенной и себе, как ее часть. Для меня высшей похвалой оказался вопрос моей близкой подруги, которая спросила, «Ты когда-нибудь находишься в другом состоянии, кроме постоянного кайфа?» Это была настоящая победа. Поэтому, что я как человек, работающий постоянно и без выходных, нашла в себе смелость наслаждаться этим процессом. Кстати, Татьяна Салмановна Мактум Саев-Фудин может это подтвердить. Я была на семинарах Натальи Борисовны Правдиной в 2003-2004 годах, и особенно этот семинар о любви. Я бы так и выразилась. Я бы точно, это кто-то так физически сказал, написал. Давайте еще раз. Я даже не знала, как это вам высказать словами. Здесь уже все написано. Это было Татьяна Салмановна посмотреть и озвучить просто. Я, кстати, присоединяюсь к этому феерическому комплименту Натальи Борисовны Правдиной. Прочитаем это еще раз. Еще раз. Для меня высшей похвалой оказался вопрос моей близкой подруги, которая спросила, ты когда-нибудь находишься в другом состоянии, кроме постоянного кайфа? Это была настоящая победа. Потому что я как человек, работающий постоянно и без выходных, нашла в себе смелость наслаждаться этим процессом. Она так и выглядела, правда? Семинар, потом поездка в Москву, проводить как-то друзей, или ее там друзья на вокзале провожают. У нас с мужем шикарно разговаривает. Вся такая вот эта вот книжечки, вот подходящий, в общем, она очень любезна, дает автографы. Такая и семинар, и тема семинара, просто переехать. Это как бы кайф, ну да, кайф? Кайф, два. Так, на чём мы остановились? Друзья мои, упоение жизнью... Наши какие идеалистические? Друзья мои, упоение жизнью, наши идеалистические взаимоотношения с ней, умение наслаждаться каждым мгновением, очень приближает нас к Богу, что значительно облегчает получение нами материальных благ. Так, здесь должны быть такие аплодисменты, такие возгласы, да, 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 и мы тоже хотим. Ну, я не знаю, даже стоит как-то вот это вот, не знаю, как выразить вообще вот мой восторг, понимаете? Поэтому я очень люблю и советую вам книги Натальи Борисовны Правды. Но я с упоением их покупала и читала много лет, понимаете? Просто шедевр, вы понимаете, вот это вот азбука, я даже не знаю, как это точно книга называется, но там посмотрите, в интернете, в интернете. Это просто упоительно, понимаете, вот читаешь и просто, не знаю, наслаждаешься, ласкаешь свой слуг, ласкаешь себя совершенно удивительными, понимаете, словами, предложениями, которые вкладываются в абзацы и в какой-то феерической истории, от которых я и сама читала много книжек, и, в общем, в Америке, понимаете, вот если занимаешься не только ее книги, я там читала много других книг, но вот говорю, что когда вот читаешь такие строки, а я, ну, знаете, не знаю, кто-то любит поэзию, кто-то любит стихи, а я вот читаю, что это написано, как поэзия, как стихи, это вот, ну, я настолько, понимаете, вот эта страсть у меня вот к таким вот предложениям, как я вот это вот сейчас читаю вам, как вам выразить, все, по-моему, давайте ближе кушать, ближе кушать, давайте как-то вот это будем наслаждаться. Я, конечно, понимаю, что вы хотите сделать феерическое видео, но феерическое видео вы же дали анонс, пока никто не откликнулся, так что вот, ищу спонсоров для моей программы, творческой студии позитивного мышления, силы позитивной мысли, опубликовала даже мой номер, кредитные карточки, банка Тинькофф, так что вот, ну, я так немножко, как-то скромненько вам, просто напоминаю об этом. Ну что, продолжаем с ним, Салмана, давайте, в общем, как-то вот это вот, я, конечно, понимаю, что Наталья Борисовна была феерическая, но она не была вот это вот, знаете, вот это бесплатно, она приехала, и она бесплатно всех вот так вот фееристов, она за это зарабатывает, она зарабатывает на этом очень хороший день, как она говорит, состоятельный, свой первый миллион она заработала уже давно, так что вот, у нее давно уже не один миллион, я так понимаю, доллар, я правильно поняла? Вилла в Турции, не знаю, там, квартира, как она говорит, то есть, понимаете, вот это вот, она же-то не бесплатно, понимаете, это как, понимаете, артист, он выходит на сцену, эти известные певцы, они поют, как Тони Робинс, он же не выходит в этот зал огромнейшее, это бесплатно, и вдохновлять и мотивировать, он на них смотрит, когда уже выходит в этот шикарный стадион, он понимает, все эти люди заплатили ему огромные деньги, и он просто счастлив, что он на сцене, и что он зарабатывает, и он несет, понимаете, делится своими знаниями, мотивацией, тем, что он успел там изучить и так далее, зарабатывая на этом, я никого просто не видела, кто вот это вот с таким энтузиазмом, вот это вот будет за даром вот это делать, так что, Датина Саламовна, давайте вот это вот, как говорится, ближе к завтраку, ближе, ну, Датина Саламовна, знаете, я даже преображаюсь, понимаете, когда я вообще вот начинаю об этом вообще, что-то такое вот писать, говорить, какие-то видео, что-то такое вдохновляющее, меня вдохновляют такие строки, сейчас буду кушать, как стихи, понимаете, кто любит стихи, кто-то любит какие-то книжки, такие вот это, а вот я вот просто вот нашла, как говорится, Датина Саламовна нашла себя в 2002 году. Датина Саламовна вот на этом хотела заработать огромные деньги, я хотела быть физически богатой, богаче, чем Билл Гейт, да? Сколько я посмотрела, насколько богат король Салдовской Аравии, полтора триллиона, это сколько будет? Теперь Датина Саламовна хочет быть богаче, чем король Салдовской Аравии, и честно заработать вот это вот на свои какой-то вдохновляющей мотивации, что-то вот это такое вдохновлять, вот эти вот какие-то триллионы, по мечтам, честно заработать, понимаете, честно. Я сама таким вдохновляюсь, в общем, что просто вот это феерически, все, Саламовна, все, давайте ближе к завтраку, будем денежный кофе, а точно будем это талисманы читать, понимаете? Если бы кто-то написал, ну да, мы хотим быть вашими спонсорами, мы вам там послали денег и так далее, когда бы стоила как-то вот эта феерия, вот такая какая-то феерия, ну, я еще, знаете, как-то для себя просто, я это очень, знаете, у меня к этому страсть, я это люблю, я это люблю, в общем, вы поняли, на чем мы остановились? На талисманах? Так что вот. Это ничего не значит. Если вы посмотрите мое видео, когда-то я вчера это заснимала, этих, как называется, мужчины, которые клали плитку и так далее, ремонт на подъезде, Серафима с седьмого этажа спустилась, такая бабушка Серафима живет на седьмом этаже, я у нее, она спустилась на третьем на лифте, я у нее спросила, с какого этажа, с седьмого, я говорю, у вас там ремонт сделан так же, к нашим третьим этажам, я говорю, да. Кофе уже остыл немножко, ну, я, вы понимаете, да, я не знаю, как ее зовут, я просто ее, я вам немножко так пошутила, я не знаю, как зовут эту женщину пожилую, я просто ее так вот назвала Серафимой, будет обозревать, а вот сейчас буду кушать, но вы меня будете вот так это обозревать, потому что, ну, это как бы вот показывается, как это вот так крупным планом, что вот это вот кушать, я решила лучше все-таки достану какие-то виды, вот, здесь я буду кушать, наслаждаться, показывать вам этот денежный кофе, показывать денежный кофе, какие вкусные конфетки я купила, как-то, нет, просто я сломаю нам, хочу сказать, что, несмотря на такое вот это феерическое, эту феерию, ну, да, на видео я вчера уругаться нехорошо, понимаете, ну, и делать за счет пенсионеров, а и малоимущих ремонта евро в обычных домах тоже, как бы, не очень хорошо, так что вот. Потому что, за день салмалами нужно себя продвигать, так что, несмотря на такую феерию, которую сейчас я вот говорю, читаю, вот это я могу так развернуться, так сказать, так могу сказать, матом, как сапожник, потому что они по-другому не понимают, например, потому что мне себя нужно двинуть на эти на триллионы, сколько там, быть богачьим Билл Гейс и вообще, король салмаловской аравии, а как мне себя продвинуть? Если я буду им вот эту феерию талисмана, они скажут, у-у-у, короче, у-у, мы сейчас вот это вот. Ну что, к талисманчику, моржина, у нас получится, что я тут вот кушаю, я тут читаю, потому что, видите, я вот это прочитала, но я вообще к своему феерическому застыку, а тематика вообще пошла, серафимы, там еще что-то. В порядке. В нем должен быть порядок. Вот в магазинчике, как там, магнит, в конфетке. Положила пакетик конфетки, там все взвешиваешь у них, понимаете? В конфетке, в пакетике. Не взвешиваешь, а что там это? Отдельно нектарина, отдельно персики. Разные конфетки в разные пакетики. Где тут взвешивают? Где взвешивают? На кассе. На кассе. А вы знаете, сколько там видов конфет? Костир знает все номера конфет. Я была просто удивлена. Там есть весы, можно перевесить. Посмотреть, правильно вам взвесили, правильно с вас взяли количество денег. Ну вот эти конфетки, а конфетки сегодня шикарные. Я уже покупала их раньше. Делаю, в общем, закупочки для себя, продукты. Как я говорю, для моего ресторана, кафе, лакофеда бьюти. Ну, понимаете, ну, видите, вот я кушаю, все нормально. У меня вот завтрак. Я сейчас завтракаю. А получается, даже если я не смотрю на... Меня не снимают видеокамеры, слышно, что я кушаю и говорю. А там говорят, что лаэди не делают. Так что, я просто хотела показать, что я кушаю, что я все для себя, приготовила. Ну, видите, никак у меня с вами не получается. Получается, я должна покушать, потом это все говорить. Или я бы сказала, до моего феерического кофа. Я просто продумывала, как это лучше сделать. Чтобы шла видеосъемка, я буду кушать сейчас, понимаете. Ну, я кушаю, понимаете, я кушаю. Видеосъемка идет. Так легче ее выключить, правда? А потом мне скажут. Ну, это тем самым, а мы не поняли. Вот эти совершенно пустые видео, которые там по 3 часа засняты. Вы там моетесь в душе. Ставите на кухню видеокамеру, в душе моетесь. Потом вы идете спать. И там как бы... Видно, видите, что там зашли в ванну, потом пошли там спать. Съемка на кухне идет. Все пустые видео. То есть там вы это моетесь, там вы это спите. Всем, в общем, на самом деле... Это все к чему? А это к тому. Это в защиту моей чести и моего достоинства. Для приморского суда Санкт-Петербурга. Так что вот. Потому что обычно перед этим я показывала вид в окно. Что это такой-то день, такое-то время. Что я нахожусь, что я собственная квартира. Что я нахожусь здесь. Статьяна Фалмановна, высшее юридическое образование. Так что вот. Когда я поняла, что мои родственники, как я называю бывший Александр Сергеевич со своей семьей, в сговоре с другими родственниками, хотят отобрать мое имущество, которое я получила по наследству, я сразу сникнула. Так что вот. Вот такие вот дела, которые со мной судился. Сколько там судился? Несколько лет. В приморском городском суде Татьяна Фалмановна все суды выиграла. Я была Александра Татьяна Юрьевна. Ну это так, к слову, к феере. Не знаю, он зазавтракал с этим кофе. Ну я к вам просто к слову. Он меня там спрашивал, что он меня спрашивал. Зачем я это делал? Я отвечаю на ваш вопрос. Такой вопрос поступил у меня. У вас лайф-джон, много трехчасовых видео, и там они такие полупустые. Вы там идете на улицу, в магазин, ставите видеокамеру, и как бы видно, что вы уходите, потом вы приходите с продуктами, там это погуляли целый час, вернулись с продуктами. Зачем вы это делаете? Затем, что я здесь живу постоянно, что я сама пошла в магазин. Так что вот, я купила продукты, я вернула. Я же, может, на каком-то видео сказала, Татьяна Салмановна плеж проест, короче. Не просто плеж проест, а если виновны, не просто там, вот это вот. Отберут все с процентами, что должны. Потому что Татьяна Салмановна мысль идет со скоростью мысли. Они даже не успели еще подумать. Татьяна Салмановна в голове просчитала все варианты, как шахматные гения, как этот вот Каспар, шахматный гений. И даже знает их планы, и что они подумали, а они еще ничего не успели сделать. А потом она так мысленно повернулась, подключилась к этим зэкам, короче, этими матами. И матами их ругнула, короче, нахуй. И опять подключилась к Григору любви, счастья, талисманов и божественного процветания. А они все думают, а что это было? А ведь Татьяна Салмановна подключилась просто к этим, которые самые-самые такие. Вот она просто, знаете, а самые такие они вообще просто. Вы только увидели, уже все, короче, уже все готово. Уже ничего не надо. А они что-то было? А вот то и было, короче. Это была просто техэнергетика. Это как энергетика вот этих вот фрицев, короче. Подключился к этой энергетике, короче, вот этого. Я же им ставила зеркало по фэн-шуй, понимаете? Энергетика вот этих вот афганских, как они называются, маджахедов, зеркалила. Это такой новый фрэн-шуй. Это неправдано там, как вот это отразить негатив. А я вот и отражала им вот этим вот, афганскими вот этими. А что это было? А это была энергетика вот этих. Хотите, я вам покажу? Когда я переключаю канал, у меня... Абба, это пока. Просто я сразу смекнула. Я когда выехала отсюда, на Дибуновску, один раз приехала на такси. Подошла к квартире. Здесь у меня была поставлена вторая дверь. Только дверь открыла, в предбанник зашла, я сразу почувствовала. Обычные не выживают. И равноапостольные тоже. Только если сама родилась на свет. Давление 500. Все, короче. Давление 500 и все. А они все с кем-то хотят поговорить. Они все с кем-то хотят поговорить. Просто когда они там вот подходят под баночку, чувствуют, что это такое было. А это давление 500. А это они хотели захватить, понимаете, собственность, ценности, деньги. Охотились за деньгами. Я же продала квартиру, парковку за 15 миллионов рублей. Они успели у меня 3 миллиона спереть. За этим придется отдать 15 миллионов рублей. А вы спросите, а кто это? А меня вот бабушка Серафима видела с седьмого этажа. Я не поняла. Вам, я, Татьяна Солбановна, может, любые истории за кофе рассказываю. Вам как? Понимаете? Просто я тут посмотрела. Мужчина. У меня, в принципе, мужская аудитория. У меня были френды, 3000 френдов, 3000 френдов. Потому что мужская аудитория, она не всегда понимает. Талисманы, вот этой любви, им нужно, чтобы такое погорячее. Ну, чтобы такое погорячее. Расскажите, или там сценарий 1.007, или бабушка Марфел идет в расследование, чтобы развлечь. Мы же не будем с ними о цветах. А о чем нам поговорить, скажем? Вот сейчас поставим букет цветов, и будем говорить о цветах. Потому что не о чем поговорить. Ну, ты что, Татьяна Солбановна может поговорить? Пожалуйста, о феерии любви. Об агенте 007, или там это бабушка Марфел расследование ведет, что-нибудь там такое, погорячее. Пока они будут такими... А здесь такие специальные щипчики. Это эти стигары. Там-то показывают, как они специально эти стигары. Как-то закуривают. Это наливают немножко к ней ка. И готовят эти блюда. Мужская аудитория, она специфическая. Вот Татьяна Солбановна предпочитает, разговаривает о тресморах, о любви. Так что вот. Вот Татьяна Солбановна не маникает на то, чтобы они ее защищали. Так что вот. Татьяна Солбановна не하�ам, так что вот веках. Так что вот. Так что вот. Там два варианта, понимаете, или пол накрасили, знаете, может быть, эти рабочие работали, раньше бы гил где-то, знаете, может, раньше бы гил были, потом как-то они оттуда вот это вот, они уже, знаете, такой энергетикой пол накрасили, а потом долго будешь думать, почему давление 300, вы поняли, да? А это, наверное, такие, может, рабочие работали с такой энергетикой, накрасили пол, это энергетика, так что вот, задешево. Вы будете долго гадать. Поэтому мы с вами изучаем фэн-шуй, интересуемся, изучаем, что нам советует Наталья Правдина. Так что вот. Все кто знает, что фэн-шуй – наука о правильном расположении могил на кладбище. Правильно расположить могилы на кладбище каких-то там родственников, чтобы жизнь была хорошей или что-то в этом роде. Точно не знаю, поинтересуется, что Наталья Борисовна Правдина, а Вадим как-то умалчивает. Это как-то не очень звучит. Я об этом читала, я точно не могу сказать, я не являюсь специалистом по фэн-шуй. У меня направления сами ходят. Я изучала, изучала, потом я решила это все силой мысли подвинуть. Не двигать себя, не двигать столы, а двигать мыслью. Если надо, чтобы это был там северо-восток или там юго-запад, короче, сажусь и все, да, мое благоприятное направление, оно меняет. Силой мысли, короче, двигать. Я посчитала, что это проще. Ну что, дорогие друзья, сценарий Агента 007? Или все-таки книжки Натальи Борисовны Правдиной. Ах, удача, успех, талисманы, здесь можно. Ах, фантазии, ах, фантазии. Ах, этот Париж, ах, это шанс, альзе. Ах, этот такой ферический ланч с любимым. Ах, до утра. Мы с ним гуляли по шанс, альзе, по Парижу. Потом занимались любовью. Спали всего три часа с половиной. И ферический завтрак в центре Парижа. Это, поя, что он говорил, это я вам вот только что посмотрела. Это я на Тоновей, на медитациями Натальи Правдиной. Она говорит, что нужно себя настраивать, настраивать на то, что ты хочешь. На позитив, что ты уже где-то, я не знаю, ты уже феерически имеешь машину, ты уже феерически имеешь дом, ты уже гуляешь. Это по Наталье Правде. Ты уже гуляешь по этому дому со своим любимым. Ты выходишь на балкон и любуешься этими пейзажами, понимаете? Этим океаном, этой яхтой, понимаете? Она это советует. Это не я сказала. Не надо думать, что это я сказала, я только учусь. Ну, такие вот дела. Я-то я приключу зарядное вот это устройство. Иначе оно здесь у меня. Так что вот. Это Наталья Борисовна Правдиной советует. В своих книжках писала многократно. Представьте, что вы уже, ну вы по нему поняли, да? Я вот кушаю, ну так, кушаю, в общем, это рассказываю вам, делюсь знаниями, которые я узнала из книжек, в частности, из книг Натальи Борисовны Правдиной. Я когда себе искала мужа иностранного, я так и говорила, что у меня будет богатый муж. Так оно и вышло. Во-первых, нужно было, конечно, больше требований к нему написать, где-то там, как они советуют. А у меня были такие требования, чтобы он был достаточно богатый, не просто богатый, а чтобы ко мне великолепно относился. Вот. Не был жадным. Какие дела? Он, конечно, в какой-то достойной профессии, интеллигентный, но это понятно. Что он был интеллигентный. Ну, говорить какие-то такие вот эти вот матом, он вообще тоже не ругался, в общем.